Сегодня у нас в гостях BIM-лидер компании «Росэкостройпроект», руководитель ведущих подразделений, которые используют решение BIM-360 дизайн среды общих данных или выполнение задач проектирования. И мы сегодня попросили рассказать их о том, как на самом деле в практической плоскости реализуется работа внутри организации. Также мы обсудили, что компания немного расскажет о себе, о тех задачах, которые она занимается. Если у вас есть желание пообщаться, все контакты будут представлены в конце. Коллеги, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам за такую возможность выступить перед такой широкой аудиторией. Меня зовут Александр Лопыгин. Я сейчас представлю компанию и нашу команду и немного расскажу вам о мероприятии. Сейчас в течение 10 минут я расскажу о нашей компании, о том, как мы работаем с BIM-360 и почему мы так работаем. Ну и далее мы пройдемся по тем проектным ролям, которые есть у нас в наших проектах. И сопоставим эти роли с использованием того или иного функционала BIM-360. В конце будет секция вопросов-ответов. Обязательно на все ваши вопросы ответим. Вызывайте их в блок Questions and Answers или вопросы-ответ, если у вас русская версия. Мы обязательно на них ответим. Компания Russeco Storyproject существует с 2011 года. Занимаемся некоторыми видами изысканий, проектированием, в том числе BIM, но и не только. И также строительством в части промышленного инжиниринга. Кратко о наших направлениях работы. Вот непосредственно в части изысканий. Мы занимаемся лазерным сканированием и активно используем тоже такие продукты Autodesk, как Recup для лазерного сканирования. Вот здесь есть некоторые образцы наших работ. И довольно крупные объекты. Объекты реставрации, промышленные здания. И тоже на тему лазерного сканирования у нас ряд выступлений было. В том числе и на Autodesk University. Также совместно с лазерным сканированием занимаемся фотограмметрией. Там, где лазерного сканирования не достает. Там, где она более подходит для решения проектных задач. Ну вот фотограмметрия, в том числе с помощью аэрофотосъемки. Вот такие тоже облака точек по результатам фотограмметрии получаются. И также мы даже сделали специальный вебинар для университета Минстроя на тему сравнения лазерного сканирования и фотограмметрии, чем они друг друга дополняют. Направление фотограмметрии и лазерного сканирования, они выросли из нашего подразделения, которое занимается обследованием зданий и сооружений. Более 800 договоров по обследованию было нами выполнено и успешно закрыто. Опять же, это и промышленные здания, и объекты культурного наследия. И очень широкий спектр задач по обследованию наши коллеги решают. И вот лазерное сканирование появилось как естественное продолжение этого направления. Мы сейчас их используем совместно. По части проектирования, для меня, наверное, основное направление, как заместитель и директор проектирования, мы в BIM работаем с 2016 года и работаем удаленно. За это время различные объекты были запроектированы, как инфраструктурные, так и общестроительные, достаточно разного масштаба. Здесь, наверное, отмечу, что недавно мы получили письмо от организаторов конкурса Architecture Engineering Construction Excellence of Arts, что наш проект по реконструкции наружных инженерных сетей строится Сергеевой Лавры в Сергиевом подсаде, который вы как раз видите сейчас. Он выбран одним из финалистов этого конкурса и на Autodesk University 2020, к которому мы еще чуть позже вернемся, будут объявлены победители. И вот наш проект в числе финалистов, я считаю, это очень большое достижение и, пользуясь случаем, поздравляю всю команду проекта и всех причастных с этим достижением. И еще одно направление нашей деятельности, не так может быть широко известное тем, кто сейчас смотрит вебинар, это монтаж промышленного оборудования, EPC-контракты на промышленных предприятиях. И там мы тоже, конечно, используем и лазерное сканирование, и наше бинпроектирование там, где оно требуется. Ну вот, собственно, результаты нашей работы вы видите здесь на этих слайдах и процесс работы тоже. Теперь переходим к BIM-360. Наш первый проект BIM-360, это было вот такое небольшое промышленное здание. Начали мы BIM-360 использовать в 2017 году и впервые услышали об этом продукте на конференции PSS. Грайтек BIM на практике в Санкт-Петербурге Сергей Веселов, нынешний директор компании Development Systems, тогда у него компания еще называлась ID. И в его докладе мы услышали, что есть вот такой продукт BIM-360. Уже с тех пор мы работали методами распределенной команды, используя удаленную работу проектировщиков и решили, что это для нас хорошее облачное решение, которое можно попробовать и использовать в нашей работе. Мы его попробовали настолько удачно, что стали спикерами Autodesk University в тот же год, поскольку кроме нас в России никто более полный функционал BIM-360 тогда не использовал. И с тех пор мы, собственно, являемся постоянными спикерами Autodesk University. Вот это фотография с того самого Autodesk University. Мы ожидали, конечно, что будет что-то подобное на нашем выступлении, но в 2017 году BIM-360 еще был далеко не так популярен, как сейчас. И наше выступление выглядело вот так. С тех пор многое изменилось. Вот фотографии с 2018 года, с 2019. И в этом году мы тоже будем рассказывать на Autodesk University о нашей удаленной работе. На этот раз уже на английском языке. Будем частью Autodesk University Global. И здесь вы увидите QR-код на ссылку на регистрацию на Autodesk University 2020, который, как и многие мероприятия, проходит в онлайне. Сейчас я попрошу коллег эту же ссылку на регистрацию скинуть в чат, чтобы вы могли перейти туда и зарегистрироваться. Ну а кроме докладов про удаленную работу в BIM-360, у нас там будут еще и два доклада на русском языке. Один про BIM-сообщество онлайн в России и СНГ. О том, как различные форумы по поддержке пользователей продуктов Autodesk и не только Autodesk переместились в группы в Telegram, в Facebook. И, собственно, мы дадим такую обзорную информацию о том, какие есть группы и как это вообще все работает. Мы — это Владимир Данилов, который сегодня тоже участвует в нашем мероприятии. Александр Панькин из Gravion Group. Ну и, собственно, я. И третий доклад — это доклад Данилы Сараева про координацию в Civil 3D. Сегодня мероприятие для вас проведут вот эти замечательные люди. ГИП, ГАП, заместитель ГИП, обиум-менеджер. Ну и я как руководитель подразделения. И я со своей стороны начну, наверное, с того, как я как руководитель BIM 360 использую. Здесь вы видите несколько скриншотов. Это, как видите, скриншот из телефона. И надо сказать, что с того самого 2017 года и по сей пору я, наверное, больше всего BIM 360 использую именно в таком виде, как тогда еще как ГИП и как руководитель подразделения. Я, используя свободную минутку, захожу посмотреть, что происходит в моделях, как это все вообще выглядит. Будучи на совещании у заказчика, захожу посмотреть какую-то документацию актуальную, потому что это среда общих данных, которая находится всегда у меня с собой в кармане. И для меня наиболее важен, наверное, именно вот этот функционал приложения на Андроиде или у кого-то iPhone приложение на iOS, которое позволяет всегда иметь доступ к проекту в максимально удобном виде. На этом я передам слово Владимиру Данилову. А прежде чем Владимир возьмет слово, я попрошу коллег запустить два небольших опроса для того, чтобы мы понимали, кто нас сегодня слушает, кто сегодня с нами. Пожалуйста, Владимир. Владимир. Да, запустим опрос. У нас он очень простой. Ох, как быстро отвечают. Использоваться ли вы BIM 360. Любой модуль, любой версии, коммерческий, триальной, учебный BIM 360 не представлены на рынке. давайте еще несколько секунд 65 процентов уже проголосовала доведем до 70 и посмотрим результаты я пока тут есть такая небольшая пауза на опрос вот я вижу что уже пришел у нас один вопрос и ответ используете ли вы в своих проектах концепции управления проектами и в частности пеймбук очень хороший вопрос очень важный потому что с моей точки зрения ну как главного инженера проекта у меня достаточно большой опыт в роли гипа и то что я вижу общаясь с другими гипами с другими проектными организациями заказчиками очень многие к сожалению недооценивают важность проектного менеджмента именно вот такого который имеет научную основу в частности тот который представлен в пеймбуке многие ее недооценивают и поэтому мы в своей работе конечно используем вот эти практики эти подходы и об этом еще более подробно расскажет сегодня владимир данилов в части того как именно мы управляем нашими проектами безусловно там элементы проектного менеджмента есть и постепенно наращиваем их влияние на наш проектный процесс саш опрос завершен видишь ли ты результаты используете ли вы бин 360 до 40 процентов нет 60 процентов отлично давайте тогда перейдем ко второму вопросу опроса да у нас есть там еще один вопросик и я пока запускаем вопрос следующий если у вас есть бим 360 те 40 процентов ответившихся используют какие модули вы регулярно используете можно выбрать несколько вариантов ответа вот а я пока вижу здесь еще два вопроса и один вопрос применяете ли вы бим 360 для документа оборота в компании и появилась ли какой-то по для автоматизации превращения облаков точек но про облака точек это уже вопрос на более широкую тему мы к нему вернемся наверно в конце презентации а про документооборот у нас еще расскажет анна сизова и я пока не буду отвечать на этот вопрос просто подождем ее выступление пока вопрос идет я про облака точек могу сказать что конечно много и я знаю как минимум четыре программных продуктов для этих целей но ни один из них мы полноценно не используем потому что для наших нужд мы считаем что пока что функционал недостаточно и по большей части с оглоками точек мы работаем вручную в ревите силами архитекторов и инженеров если речь идет про наружные сети так рост про пост менеджмент наверное больше к владимиру да нас пять секунд до окончания голосования и мы смотрим результаты делайте ставки господа естественно побеждает модуль первой строки я могу сказать что дизайн коллаборейшн на удивление многие используют я ожидал честно говоря чуть меньших результатов по дизайн коллаборейшн но это радует это значит что многие действительно переходят облака и используют дизайн коллаборейшн как замену ревит сервера либо каких-то других схем работы вот но на этом я передаю слово мы передаем слово владимиру данилову и вот с учетом всех этих результатов опросов уже мы дальше будем вам рассказывать о том как мы используем день 360 пожалуйста владимир наверно надо включить микрофон день добрый коллеги до включил микрофон меня зовут владимир данилов я являюсь бим-менеджером компании и в мою зону ответственности входят ответы отвечаю за управление и развитие бим-технологии внутри компании за полноценное внедрение этих технологий и в рамках данного проекта который мы будем сейчас сегодня рассматривать я выступал в качестве организатора среды общих данных проекта и моя задача была помочь всем участникам процесса проектирования быстро включиться в проект создать им удобную среду и помогать с применением цифровых технологий сегодня перед тем как перейти непосредственно демонстрации тех процессов как как устроена у нас совместная работа я бы хотел немножко рассказать такую теоретическую часть существует три варианта организации совместной работы мы используем первую самую простую самую надежную схему work in progress в ней проектировщики создают свои файлы по разделам размещают их в облаке через совместную работу а смежники подгружают и к себе внешними ссылками таким образом добавление удаление или изменение свойств объектов файлов моделей смежников данном примере это конструкторы они получают сразу же после синхронизации архитекторами у нас сложилась практика подготовки рабочих файлов с уже настроенными координатами проекта связями оформлением и тому подобным эти заготовки сохраняются бименеджером среду общих данных как облачные файлы с функциями совместной работы что облегчает исполнителям начало работы в модели второй вариант это работа через зону шерет где собираются опубликованные модели изменения в моделях исполнители видят только после публикации файлов немного отвлекусь для пояснения отличия в синхронизации и публикации данных из модели revit оба метода призваны отправить актуальные данные на сервер bim 360 но в первом случае эти изменения будут видны только тем кто откроет модели в revit а во втором через публикацию их можно будет увидеть и в bim 360 через браузер это важно для тех исполнителей кто не работает в ревите такие как гиппы например да либо заказчики вот на этот момент очень часто приходится обращать внимание тем кто только начинает работать bim 360 и мы даже включили это напоминание в беб наш план выполнения проекта так продолжим автоматически публиковать и размещать модели в зоны шерет можно с помощью модуля дизайн коллаборейшн он помогает регулярно публиковать свои файлы или пользоваться автопубликации при соблюдении определенных разработчиков инструктор папок настраивать права доступа к папкам по разделам и проектным группам чтобы не возникала ситуация когда исполнитель берет в качестве связи одноименный файл из основной папки они зоны шерет и третья схема работы аналогично предыдущей зоны шерет но для использования модели но до использования модели в работе смежники просматривают измененные данные и согласовывают их то есть момент согласования эти модели копируются в папку consume и уже затем принимаются в работу таким образом ссылки на связанные файлы здесь настроены только на папку consume этим моделируется процесс согласования принимаемые в работу модели далее вам покажу структуру папок нашего проекта в контексте описанных выше схем работы секундочку вот вы видите вкладки браузера с со структурой папок по нашему проекту здесь есть две зоны plans и project files мы большей части используем project files и зона plans нами использовалась для работы с model coordination модулем о котором я чуть позже расскажу project files у нас разбита на 10 таких основных папок где в первой папке собираются файлы моделей бим я сейчас ее открою здесь мы еще сделали разбиение по моделям из civil и из revit и основные наши да и дальше уже по разделам проекты идут здесь у нас собирается именно бим модели дальше есть папка документации по проекту они чуть позже расскажет анна и так далее вот эти вот папочки у нас есть то есть чтобы вот эту структуру папок из проектов проект не копировать заново мы наш проект создаем по шаблону то есть каким образом изначально происходит процесс создания проекта бим 360 я как бим менеджер проекта получаю задание от гипа где он указывает имя проекта и необходимость и какой-то список исполнителей которых необходимо включить в начало проекта в начале проекта мне нужно от гипа адрес проекта для того чтобы он отобразился в поле бим 360 и логотип проекта который мне присылает либо бим и гип либо я его создаю самостоятельно это важно для того чтобы в последующем когда проектировщики получают письмо уведомление о включении их проект у них был вот такой логотип красивый на в их письме если логотип проекта я не включу в начале создания проекта то исполнители получат вот такое приглашение с логотипом компании если на вас настроено вот будет вот такой логотип данным приглашением кроме того что мне нужно создать проект бим 360 и назначить первых таких исполнителей его мне нужно назначить лицензии на бим 360 дизайн для тех исполнителей которые работают в участвует процессе моделирования в ревите или все это 3d и мы решили не показывать данный процесс назначения вживую для того чтобы не показывать чтобы не возникали у нас сложности с отображением персональных данных исполнителей то есть здесь через manage autodesk.com вы заходите в аккаунт автодеска выбираете исполнителя назначаете ему лицензию на бим 360 дизайн и после этого исполнитель получает вот такое письмо уведомление о том что ему назначены определенные сервисы модули из данной лицензии ну и как завершающее такое приглашение участников проекта я отправляю от своего лица приглашение в проект где описываю основные важные такие веки не веки важные моменты в нашем проекте даю ссылки на определенные документы инструкции которые помогут при старте работа над проектом это позволяет снять часть типовых вопросов участников проекта и дать им контакты для обращения в первую очередь ко мне как бименеджер проекта как видите здесь есть ссылка на сам проект уведомление о том каким образом к нему в почту появляется вот это вот письмо от автодеска потому что зачастую бывает так что это письмо либо попадает спам либо его пользователи игнорируют но эта ссылка действует несколько дней приходится ее там повторять вот плюс есть уведомление на приложение в апстор и google play для того чтобы можно было этот проект открывать через смартфон или планшет ну и ряд инструкций которые нужны для старта проекта как я уже вот начинал показывать структуру папок в инструкции вот часть которую вы сейчас видите инструкция из приветственного письма по работе с бим 360 которая сразу же показывает основную структуру папок нашего проекта где собираются рабочие файлы где есть координационные модели и знакомит в таком кратком представлении с принятым на структурой папок ну и продолжая тему инструкции которую мы высылаем исполнителем мне бы хотелось более подробно рассмотреть себе план выполнения нашего проекта и часть инструкции продемонстрировать который мы используем вообще полный перечень неполный да вот но основной перечень тех инструкций которые мы использовали в данном проекте выглядит таким образом это беп и и есть часть технического задания которая касается бим моделирования она изложена в гир на основе этого и и мы создаем беп который является нашим внутренним документом по выполнению проекта и есть инструкции которые есть ссылки на которые есть бепе либо отдельно они у нас собираются также в самом проекте папка документы которые вот я открывал и здесь есть папочка беп вот часть тех инструкций которые я показывал здесь они собираются то есть исполнители могут их в данном браузере сразу же в данной вкладочке открыть и просмотреть и мы в ряде наших проектов как будут уже выработали какой-то определенный алгоритм действия с алгоритм создания беп проектов он у нас достаточно краткий получается за счет того что мы даем ссылки на сторонние какие-то инструкции которые у нас есть которые будут дополнять данный беп который не зависит конкретно от данного проекта в бепе мы описываем основные параметры нашего проекта детализацию этого проекта также вот как видите здесь есть инструкции на работу бим 360 есть важные моменты которые касаются приемки работ контроля качества здесь также описан этот процесс что именно проверяется у исполнителей есть инструкция по проверку по процессу проверки по процессу проверки и приемки модели у исполнителей и также в процессе проверки возникают замечания которые мы оформляем в виде issues и соответственно есть инструкция по проверке исправления этих issues и по проверке исправления коллизий которые мы находим в Таким образом, у нас небольшой BEP составлен. Ну и как пример еще некоторых инструкций, я покажу вам процессы, которые мы описываем в данных инструкциях, например, процессы обмена заданиями в среде BIM 360. Этот процесс описывает создание замечания issues через публикацию вида или листа с заданием. В данном случае здесь переведен процесс публикации задания из Revit. И здесь есть часть публикации данных из Revit, создание issues BIM 360. Дальше исполнитель вносит правки по этим замечаниям и изменяет статус issues на отвечено. И уже постановщик задачи решает о том, решается, собственно, выполнено это исправление или нет. И отправляет на процесс повторного изменения, если не полностью исправлено замечание, либо завершает это замечание. Следующий процесс тоже не очень сложный. Это процесс приемки документации через инструмент reviews. Он у нас большей частью построен как двух- или трехстадийный, двух- или трехшаговый такой, да. И как исполнитель первоначально отправляет документ на проверку, она приходит к BIM-менеджеру. Я демонстрировал в BEP раздел, который касается контроля качества, где описаны критерии, по которым мы проверяем на каждом шаге ту информацию, которую отправляет исполнитель на проверку. Ну, соответственно, как BIM-менеджер я принимаю решение, принята модель или принята документация, отправлена на проверку или нет. Если она проходит проверку, дальше она проверяется главспецом и GIP-ом на следующем шаге. Либо, когда процесс только двух стадийный, у нас участвуют BIM-менеджер и GIP или руководитель проекта приемки документации. Ну и последний момент, который я хотел показать, это процесс устранения коллизии в BIM-360, где как BIM-менеджер я сначала формирую сводную модель, формирует правила проверки и координатор делает график проверок, публикует его BIM-360, формирует отчет о коллизиях и также их публикует BIM-360 и направляет исполнителям. Исполнители после внесения правок в свои модели отправляют эти модели на публикацию, я повторно делаю сводную модель, мы получаем какую-то обратную связь от исполнителей и вот эта новая сводная модель, мы уже по ней смотрим, коллизии устранены или нет, и повторно либо запускаем процесс на исправление коллизий, либо завершаем его как устраненную коллизию. Ну и дальше я бы хотел передать слово уже Анне, следующему докладчику. Анна. Добрый день, коллеги, участники вебинара. Меня зовут Сизова Анна, я являюсь заместителем ГИПа компании «Росэка» и по совместительству помощником BIM-менеджера. Поживаю я в Турции и на удаленке помогаю нашей команде продать проекты. Я вам расскажу про BIM-360 с точки зрения очень удобного хранилища, а также инструмента обмена информацией между участниками проекта. Как Вадим я презентовал уже, у нас есть структура папок BIM-360, и сейчас конкретно расскажу про папку «Документы». В этой папке мы храним, в принципе, все документы по проекту, которые необходимы команде. Здесь хранятся исходно-разрешительная документация, например, технические условия, концепты, исходная документация от госорганов и прочие материалы, которые мы получаем от заказчика. Также мы храним здесь всю переписку, входящие и исходящие письма с введением реестра. Сейчас покажу. Здесь мы рядышком кладем в реестр корреспонденции, например, в Excel, где мы регистрируем входящие и исходящие письма. Также для команды проекта здесь лежит оформление необходимое по проекту, различные потоколы совещаний, технические задания, ТУ на материалы, документы по управлению проектом, наши внутренние для команды, такие как графики, отчеты, матрицы по управлению риском. Также сюда мы выгружаем фотографии объектов. Как ранее Вадим рассказал про работу по коллизиям, это немножко входит в мою ответственность, и я также выгружаю все отчеты по коллизиям в папочке «Модель». Так что это удобно, в принципе, всем участникам проекта для того, чтобы оперативно посмотреть и отработать замечания, всегда под рукой. То есть, в принципе, мы не используем никакие дополнительные, ни облачные хранилища, ни серверы дополнительные. Мы все храним в одной среде, в M360. Сейчас я вам покажу, как выгружается сюда документация. Покажу двумя способами. Первый способ – это напрямую через браузер. Плюс этого способа заключается в том, что вам нужно устанавливать никакое дополнительное программное обеспечение. То есть, неважно, где вы находитесь, за своим компьютером, за компьютером заказчика, например, вы всегда можете зайти под своей учеткой и загрузить определенную документацию, которая вам необходима. Так, ну, например, накладная. Берем накладную и просто ее вот так вот перетаскиваем в браузер. Справа видно, что пошел процесс загрузки. Накладная выгружается. Сейчас документ появится в системе. Вот документ появился. Очень удобно тем, что здесь сохраняется версионность каждого документа, виден размер, дата выгрузки и ответственный тот, кто был ответственный за эту выгрузку. Также можно добавить описание, если необходимо, для какого-то дополнительного. Минус этого способа в том, что нельзя выгрузить папочную структуру. Можно выгрузить только по одному файлику через браузер. И если есть длинное название файла, то браузер не выдаст ошибку по ограничению количества символов названий. Для этого мы используем второй способ. Это с установкой дополнительного программного обеспечения Desktop Connecting. Собственно, он помогает нам перевести тот же путь, который у нас в браузере, в папочную структуру. Вот та же папка документы, только она выглядит уже как папка на компьютере. Та же папка накладные. Вот та же папка для презентации, которую вы видели в браузере. И сюда мы просто сейчас возьмем с компьютера, эта папка на рабочем столе, и просто перетаскиваем накладную. Внизу вправо углу экрана видно накладная 2 пошла в выписку. То есть сейчас она тоже появится здесь. Таким же способом можно выгружать целые архивы, целые папки, папочные структуры, что достаточно ускоряет процесс выгрузки документации, если это необходимо. Далее расскажу про второй функционал BIM 360 с точки зрения взаимодействия с заказчиком. Как Вадимир показал уже структуру, у нас есть папка 08, выдача заказчику. Сюда мы выгружаем всю документацию, как предварительную для того, чтобы согласовать с заказчиком, так и финальную, например, перед выгрузкой в экспертизу. Здесь мы создаем чаще всего структуру, похожую на состав проекта, или на ведомость комплекта рабочей документации. Соответственно, здесь... Сейчас я покажу, например, и той же накладной. Секундочку. Из рабочей папки мы выбираем нам необходимый файлик и копируем его в папку выдача заказчику. Скопируем сразу как внешнюю, например. Переходим в папку выдача заказчику. Сейчас подгрузится. Вот появились накладные. То есть я из рабочей папки документы выгрузила в папку 08 выдача заказчику. Далее. Есть два способа передачи документов заказчику. Если заказчик зарегистрирован в системе Autodesk, если у него есть учетная запись, то мы можем направить ему накладную. Если заказчик не зарегистрирован, то это будет как поделиться внешней ссылкой на облако, на облако, на облако хранилище. Первый способ, когда заказчик не зарегистрирован в системе. Мы выбираем документ, которым нам необходимо поделиться. Вот здесь вот на такие три точечки нажимаем и нажимаем Share. Так как заказчик не является членом нашей команды, мы нажимаем Share this public. Здесь мы можем выбрать дату, выбрать дату, до которой действительно это ссылка. То есть после этой даты заказчик уже не сможет скачать данный документ. Пусть будет 6 октября. И у нас здесь появляется ссылка. Вот в таком виде. Эту ссылку можно как напрямую вставить в электронное письмо и отправить заказчику. Будет выглядеть вот так, если интернет не подведет. Вот заказчик переходит по ссылочке и нажимает Download. Пайлик скачивается на компьютер. Также мы используем данную ссылку для официальной передачи документов заказчику. Сейчас покажу пример накладной, каким образом мы отправляем документы. Идет сопроводительное письмо. Здесь стандартная процедура. И мы прикладываем накладную, например, вот так, в которую мы вставляем непосредственно ту ссылку, в которую я сейчас поделилась заказчиком. Мы ее вставляем в накладную. Дополнительно мы проверяем через специальную программу целостность информации с контрольной суммой, чтобы было подтверждение, что данный файл действительно открывается. Все. И вот так вот передается документация. Второй способ передачи файлов, когда заказчик зарегистрирован в системе Autodesk, у него есть учетная запись, либо мы в рамках проекта можем поделиться, выделить отдельную учетную запись, чтобы заказчик мог пользоваться. Такая практика у нас тоже есть. В этом случае мы выбираем, также на три кнопочки нажимаем, и нажимаем Create Transmitter, то есть создать накладную. Здесь мы выбираем, кому непосредственно мы направляем адресата. Здесь либо почта, либо, ну если внутренние, получается, есть заведен участник, кто будет его. Так, сейчас я введу себя. Вот, Анна Сизова для ускорения. Покажу вам, как приходит письмо. Выбираю себя. Здесь можно выбрать несколько получателей, да, и в этом случае выбрать функцию. Все ли могут видеть, кому она отправляется, или каждый видит только себя при отправке. Здесь можно отправить сообщение, например, на проверку. И отправляем. Все, здесь пришло уведомление о том, что накладная отправлена. И на почту сейчас нам придет сообщение вот такого типа, да, AutoBlessBin360 уведомляет, что направлена накладная. Здесь сразу видно мой месседж, в адрес заказчика, да, на проверку. Соответственно, здесь просто заказчик нажимает кнопочку, просмотрит накладную. Так, ну, для ускорения я сейчас просто скопирую эту ссылку. А, нет, вот, пошел. Сейчас будет выдано сообщение о том, что получена накладная, и можно будет сразу оперативненько открыть файл из накладной и перейти к его просмотру. Сразу в системе BIM 360. Так, ну, видимо, интернет немножко подводит нас. Да, не хочет этого. Подводит нас. Сейчас, еще секунду. Попробуем так вот накладную ссылочку сюда вставить. Видимо, из-за демонстрации немножко подвисает. Загрузка. Так, ну, в общем, не хочет открываться накладная. Еще пять секунд не откроется, тогда не будем ее больше ждать. Не хочет. Должна открыться накладная со ссылкой, где можно напрямую нажать на название файла, перейти к нему, и он откроется в BIM 360 для просмотра. Соответственно, заказчик может онлайн в режиме просматривать документ, оставлять свои замечания, комментарии, пожелания, восхищения по поводу нашей документации. И мы также в режиме онлайн сможем это увидеть. Про систему дальнейшего взаимодействия, как оставлять комментарии, расскажет мой коллега и любимый гид, Филиппов Евгений. Передаю ему слово. Вот загрузилась на код. Да, спасибо большое, Анна, за познавательный доклад. Добрый день, Олеги, меня зовут Евгений Филиппов. Я являюсь главным инженером проекта компании «Росэстроепроект». Да, Владимир здесь запустил следующий вопрос. Какие должности имеют участники нашего вебинара, который, конечно, будет даже очень интересно узнать. Да, сейчас уже проголосовало более третье. Дадим еще 20 секунд и покажем результаты. Пока нет ни одного гиппо-помощника от строительной организации. Все остальные должности присутствуют только на доле. Отлично. Я вижу, что здесь где-то, если просуммировать главного инженера проекта и руководителя, где-то 20 или чуть больше 20 процентов. Ну, это, в принципе, тоже. Так, еще 10 секунд, скрываем опрос и показываем результаты, которые получились. Три, два, один. Проголосовало 65 процентов участников. Смотрим результаты. Алло. Евгений? Ну что, вопрос у нас тогда завершается, да? Да. Да, я вас слышу, всех. Уважаемый Олег, спасибо за опрос. По результату опроса мы с вами видим, что гиппо-помощник у нас где-то примерно 20, но увеличилось больше 20 процентов. Это хороший результат. Ну, тогда я начну, вернее, продолжу. Я являюсь главным инженером проекта «Рососпроект». Основными видами деятельности и задачами компании у меня является управление проектированием, объектом с применением информационного моделирования, ну и не только. Организация проектирования распределенными командами, подготовка документов для заключения договоров от расчета стоимости, подготовки технического задания, заключение и выполнение проектной состоятельности с работой. Сегодня мы вам рассказываем на примере антретного объекта, здания расчетного цеха, и по антретному данному объекту мне была поставлена задача подготовка и утверждение задания на инженерное изыскание, техническое задание и подготовку проектной документации. Также выполнял координацию проектно-изыскательских работ по всему проекту. Также мне было поручено контроль сроков выполнения проектно-изыскательских работ, обеспечение соответствия проектов техническому заданию. Ну и еще одной задачей было поручено внедрение всевозможных инструментов BIM 360. Обсуждая на старте проекта, мы с коллегами пришли, что на данном проекте будем все документы обороты выводить на облако BIM 360. О чем, в принципе, до меня Анна подробно рассказывала, где у нас графики в управлении листами проекта, переписки, наплотные. Хочу заметить, что данное решение было принято и приветственно со всеми участниками, и всех это удовлетворило. Следующее, что мы хотели проверить на этом проекте, это прием у моделей проектной документации инструментами Reviews. Дальше также хотели продолжить совершенствовать применение issues, замечаний в нашем проекте. Ну и последнее, что мы планировали рассмотреть возможности работы с заказчиком при передаче рабочей документации на стройку. Ознакомимся сегодня с данными опроса, 20% участников проекта являются ГИПами, руководительными проектами, которым немаловажно сам процесс управления проектом. Как мы с вами знаем, в наши обязанности входят кроме инициации, планирования проекта, реализации и контроль с завершением. Мы часто акцентируем на планировании, но в то же время забываем про контроль. Но контроль с документацией или выполнением проекта – это одна из важных вещей для главного инженера проекта или руководителя. БИМ-ПРИСП-60 нам очень хорошо в этом вопросе помогает для реализации нашего проекта. И в принципе, хочу далее рассказать, какие мы способы коммуникации рассматривали с коллегами при реализации проекта. Это у нас Issues, Замечания, Reviews, Согласования, Transmittals, Передача, Документации, MarkApps и Replaceable Information, Запрос информации. Более подробно я буду останавливаться дальше на Согласовании и Замечании про Transmittals. Анна рассказала подробно, этим образом мы передаем документацию. А вот про MarkApps и Replaceable Information говорить на этом проекте мы не будем, потому что не использовали. Но если это очень интересно, то, конечно, предлагаю обязательно ознакомиться с вебинаром Татьяны Ерофеевой. Еще что вы хотели знать о платформе ДИМ-ПРИСП-60, но боялись просить. Там у Татьяны очень хорошо и подробно рассказано, каким образом это происходит со всеми функционалами. А теперь я со своей стороны хотел бы начать перейти в способы коммуникации, это согласование. Согласование, reviews, это у нас формализованный процесс. Таким образом, у нас выполняется процесс согласования, чуть позже расскажет Владимир. А я хотел бы вам показать, по крайней мере, по нашему обету, какое количество у нас согласования выполнялось. Это на сегодняшний день где-то 145. Большая часть, конечно, она у нас закрыта, потому что этим проектом мы уже начали заниматься в первом квартале этого года. Ну и для начала, этим образом мы выполняем проверку. Хотел бы передать слово Владимиру. Этим образом мы выполняем нашу проверку. Владимир. 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 Так, переключил на себя экран для того, чтобы сейчас мы говорим о проверке, да, как именно процесс проверки. И со своей стороны мне нужно показать, как настроить этот процесс проверки. Для этого я должен в зоне Project Admin перейти в сервисы, Document Management и Reviews. По данному проекту процесс приемки документации у нас был настроен только один. и он состоял из двух шагов проверка B-менеджером на первом этапе и проверка одним из главных специалистов или главным инженером проекта. Процесс приемки я включаю в описание этого процесса. И здесь описаны первые, собственно, оба шага, каким образом происходит проверка. И плюс в создании этого процесса проверки есть еще такое поле Custom Node, которое появляется уже в процессе выполнения самой проверки, как напоминание такое, что именно должен проверить проверяющий на данном этапе. Ну, то есть вот это показан процесс настройки этого проверки. Из важных, наверное, здесь отметить нужно то, что мы дальше используем в следующих проектах возможность копирования проверенной документации в определенную папку, из которой дальше она уже забиралась заказчикам или помощникам ГИПа для передачи заказчику там, где собирается документация с соответствующими статусами «Принято». Сам процесс проверки через документ менеджмент выглядит следующим образом. В модуле «Документ менеджмент» нужно перейти на вкладку «Reviews». И здесь у нас есть какой-либо документ, например, да. Здесь я нажимаю на старт проверки. После этого программа мне показывает окно, на котором как бы уведомление дополнительно о том, что начав этот процесс, я его беру в виде наличное пользование, и никто другой уже не сможет его стартовать. В данном случае это и не было бы возможно, потому что на первом шаге проверяют только я. Но если несколько проверяющих участвуют, как вот на втором шаге, да, соответственно, важно заблокировать процесс приемки только одним проверяющим. И это как раз на этом шаге выполняется. Сразу после того, как я принял в работу эту модель, эту документацию, исполнителю приходит уведомление на электронную почту о том, что процесс приемки документации начат и согласно критериям, которые описаны в Custom Node, который я вам показывал при настройке, да, я смотрю, что как Beam Manager в этом проекте, нашим BEP-ом указаны следующие критерии для приемки документации. Их я и проверяю, открывая вот этот документ как среди Beam 360, так и через коннектор открывая его в редакторе. То есть для PDF, наверное, это не очень важно, но для Revit или CVM-моделей, когда я их принимаю, я их просматриваю в исходной программе, в которой они созданы, проверяю вот соответствующие критерии, их реализацию. После того, как я закончил проверку, я нажимаю на Submit Review, завершаю, и сюда могу вписать конкретно какие-то замечания, которые у меня есть к модели, либо, как это часто бывает, я пишу по каким критериям модель принята, документация принята или не принята. Отправляю это на следующий шаг. То есть в данный случай я модель не отклонил, а принимаю. И здесь я могу еще добавить следующим рецензентам сообщение, которое они получат в том числе и по электронной почте, и увидят вот здесь вот в правом окне, вот здесь вот, где ведется хронология работы с данной проверкой. В данный момент я вернусь сейчас в окно приемки документации. Я вижу, что следующее действие по приемке данного документа за главным инженером проекта. Плюс при настройке приемки документации есть возможность определить время, количество дней, необходимых для проверки на каждом шаге. Соответственно, здесь вот следующее действие, которое должен выполнить главный инженер, это до 25 сентября в течение трех дней провести следующий этап проверки. Дальше, наверное, Евгений покажет, как он в следующий момент уже проверяется со своей стороны. Да, Владимир, спасибо большое за подробный рассказ, таким образом выполняется на первом шаге. Да, мне приходит уведомление на почту о том, что мне необходимо проверить проектную документацию. Я, со своей стороны, либо сразу смотрю, но это, как мы знаем, бывает редко, стараюсь это запланировать через ближайшее время. Да, то же, по следующим метантам, я начинаю рассматривать проектную документацию, но для этого мне необходимо нажать «Согласование». И только после этого я беру документацию на проверку. Ну, при проверке проектной документации я смотрю технические задания, насколько проект выполнен согласно ТЗ, согласно техническим условиям, рассматриваем проектные решения по прокладке, в данном случае, например, наружной сети и связи. Ну, если вопросов к проекту нет, то я, со своей стороны, согласовываю. То есть, мы с вами видим здесь «Принято», «Отлонено» или «Принято» с замещаниями. Давайте мы в данном случае просто согласуем, но хочу обратить внимание, что бывают моменты, когда в росте согласовано замещание, но такие моменты бывают тогда, когда есть замещание оформления. Коллеги у нас выполняют проект течительно, и в большей степени первоначально мы согласовываем. Ну, и для завершения согласования мне необходимо нажать «Отметь превьюс». Здесь, как и Владимир говорил, можно добавить комментарии. Согласованием обычно мы добавляем комментарии, когда есть замечание, но в данном случае мы выполнили согласование. Отправляем уведомление проектировщику о том, что его документация согласована. Дальше, на примере проверки документации, хотел бы вам показать возможность выставления замещаний, которые нам иногда приходится выполнять. Возьмем на проверку модель ростиктуры. Так же, как я ранее говорил, мы начинаем проверять. При проверке документации у нас есть возможность выставления замещаний. Здесь у нас по данному проекту и разделу у нас были вопросы по фасадам. Я их, конечно, помню. И, наверное, по этому вопросу мы составим замещания. Каким образом начинаем вставлять замещания? Мы переходим на вкладку «Ищус», нажимаем здесь «Создание» — «Замещание». Дальше мы заполняем «Ищус» на то место, где у нас замещание. Проекта документации. Дальше мы обязательно указываем наименование замещания. Замещание не соответствует... Рал не соответствует... Тезис. Технического задания. Дальше мы обязательно назначаем кому это замещание. В нашем случае архитектура выполняла Наталья. И указываем, какому сроку необходимо устранить данное замещание. Также есть функционал, который Владимир добавлял при составлении процесса. «Лоакция», то есть «Цехе» или «ВАБА». В данном случае это больше «Цеху». Ну и здесь я обычно при проверке добавляю ссылку на пункт «З», на основании которого составлено замещание. И нажимаем «Создать замещание». Данное замещание мы сразу можем увидеть в общем списке. Замещание имеет двойной блогер в религистере. Ну вот, в принципе, мы с вами 276 замещание видим, что создавали. Далее Наталья со своей стороны будет рассматривать данное замещание. И она должна будет ответить указанному нашему вопросу. Дальше я хотел бы вам показать возможности Activity, каким образом можно пользоваться ресурсами и что именно можно было бы посмотреть. И функционалом Activity мы пользуемся… У меня немножко… Ох, заработал. Вот на примере одного из замещания хотел бы вам показать «Ход устранения замещания». Здесь можно увидеть, кто выставлял замещание, дальше реакция исполнителя отвечена, что отвечали и, в конечном итоге, закрытие этого замещания. Обращаю внимание, что закрывать замещание могут только администратор проекта, либо тот, кто выставлял замещание. Сам исполнитель со своей стороны может только ответить. Евгений, а можно я здесь спрыгну? Татьяна Орехлева, Autodesk. Все забывают про функцию. Если вот в замечаниях вы поставите собачку, упоминание, то тогда можно… Продолжите вот эту вот, пожалуйста, тему. Да, конечно. Спасибо, Татьяна, большое. Действительно, здесь есть функционал в Activity очень даже хороший, да, с которым мы тоже очень часто пользуемся. Давайте мы, наверное, уже возвращаемся именно к тем замещаниям, которые у нас открыты. И вот то, что Татьяна говорит, здесь можно выполнить или добавить исполнителей, чтобы они обратили внимание. Да, например, мы отправляем уведомление, ну, Анне. Бывают такие моменты по оформлению, например, да, когда выставляется замещание, я указываю Анну, чтобы она проконтролировала подготовку, корректировку проекта, часть и оформление. Да, таким образом у нас в самой системе BIM 360 получается очень удобный производственный коммуникатор. И не нужно пользоваться, например, Telegram, Skype, WhatsApp и так далее. Спасибо. Да, спасибо большое, Татьяна. Да, мы отправляем. Анне приходит уведомление на почту. Она, с моей стороны, обязательно возьмет на контроль выполнение, на контроль и встранение замещаний. Коллеги, дальше я хотел бы показать небольшое видео о том, что мы с вами можем экспортировать наши замещания единым файлом, если необходимо. В данном проекте это нам не требовалось, но в последующем у нас были типы замещаний, которые относились, например, к заказчику о предоставлении исходных данных, да, и мы каждую неделю им формировали данный комплект и направляли официальным письмом. Так что, если что, имейте в виду, данным функционалом очень даже было бы хорошо воспользоваться. Ну вот, мы с вами увидели, что формировалось, и таким образом направили коллегам на рассмотрение. Далее я хотел бы показать вам такой функционал сравнения версии Ampare. вот мы с вами видим, например, по проектной документации версии 19, да, то есть видим, каким образом наш проект раздался, каким образом происходил эти изменения, но я со своей стороны хотел бы именно рассказать со стороны ГИПа. что при проверке документации бывают какие-то замещания в каком-то определенном листу. И дабы мне не сидеть там перепроверять весь комплект, просто можно сравнить эти версии с помощью данного функционала. Ну, здесь мы, например, по 28-му листу, где у нас там происходили изменения. Вот мы и видим. Вот здесь у нас все загрузилось. И красным цветом у нас показана 19-я версия, синим цветом у нас показана версия 2. И здесь, с твоей стороны, можем посмотреть, какие изменения произошли. Во-первых, здесь у нас почему-то смещение чертежа произошло, да, но кроме того, можно увидеть горизонтальным сравнением, да, перемещая вот этот экранчик, какие изменения произошли. Видим, что у нас здесь увеличилась вентамера. В версии 19 появились условные обозначения, которых ранее не было в проектной документации. Ну, вот таким образом это можно рассмотреть. Евгений, да, хотелось бы... Евгений, да, здесь есть инструмент панорамирования. Вот в диалоговой макушке наверху контроль документ, где два файла отображены. Не-не-не, зачем вы слетите? Там можно было совместить один файл, на другой наложить. Вы же сказали, что они сверху немножко. Можно было совместить и это близче будет. Ага. Да, помню, оно у меня все ушло. Теперь, наверное... Спасибо, Татьяна, за дополнение. Я теперь, наверное, хотел бы показать еще сравнение версии моделей. То есть такие моменты у нас тоже бывают со стороны гипы. Ну, я лично смотрю тогда, когда мне это необходимо при контролировании снятия и устранения оризий. Ну, я, наверное, для этого включу видео, которое я уже ранее подготовил. Здесь я выбираю модель, сравниваю версии, там 42, например, да, и 15. А между ними у нас происходили слишком быстрые изменения и корректировки. Так, немного здесь у нас грузится. В браузере, да, бывает, это зависит от скорости интернета. И здесь мы с вами можем увидеть, там, зеленым цветом это то, что у нас изменилось, красным цветом то, что у нас аннулировалось. Ну, этот функционал очень удобен, действительно, при устранении оризий и понимании, на какой стадии находятся наши модели. В общем, по поводу Ampare я, наверное, рассказал все, что хотел и планировал. И следующее, о чем я хотел бы вам рассказать, таким образом я выполняю визуальный осмотр сводной модели и зачем, в принципе, он нужен. Это опять вопрос касается больше контроля. Мы в любой момент с вами можем, как и ранее Александр говорил, с любого устройства зайти, хоть с телефона, хоть с планшета, ну, либо с ноутбука. И увидеть в таком состоянии, на сегодняшний день у нас находится модель определенного раздела, либо у нас по стандарту раз в неделю выполняется обновление сводной модели. Вот мы с вами в браузере открыли нашу модель. И здесь на что я обычно обращаю внимание? Устранение замечаний. Вот мы с вами видим оранжевые цветы выделены на пирожочке, где еще замечания не сняты. А синим сняты замечания. Если мы на них нажмем, то мы переходим на замечания. Здесь мы с вами, вот, например, проходя по обзору модели, можем переключать и скрывать там, например, архитектуру. Посмотреть в каком состоянии наши инженерные сети, визуально увидеть скрывки наружных инженерных сетей с внутренними сетями. И если у кого есть возможность, обязательно мы советуем использовать данный функционал. Вот, например, сегодня с утра, когда перед вебинаром рассматривал, увидел такой момент, что наша дорожка на кровле натикается на кровлю, то есть не полностью обнаруживаем полицию, в общем. Ну, в принципе, в таком виде я хотел бы вам рассказать и показать, как со стороны ЕГИПа мы работаем BIM 360. Ну, в качестве вывода я хотел бы вам сообщить, что ЕГИП со своей стороны в реальном времени в любой момент может посмотреть, каком статусе наша проектная документация, может посмотреть ход реализации проекта, может со своей стороны увидеть с помощью ресурса админа, каким образом работают коллеги и работают ли вообще коллеги над проектом нашим. Ну, вот здесь мы с вами в админе можем посмотреть, когда там коллеги заходили, заходили. Здесь можно за все то время, которое выполняется проект, ознакомиться. Ну, также здесь, как мы ранее показывали, можно прослеживать, в каком состоянии проверки находится, устраняются ли замечания по проекту. Ну, в общем, функционал для ЕГИПа очень удобен и желаю, чтобы вы тоже со своей стороны попробовали воспользоваться. Ну, спасибо за внимание. Я, наверное, передаю слово Наталье. До свидания. Коллеги, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, добрый день, Наталья. Наталья – наш главный архитектор проекта, и она сейчас представит, как выглядит работа BIM 360 с точки зрения ГАПа, архитектора и интерфейса Revit. Наталья, тебя слышно? Пожалуйста. Я хочу показать, да, именно уже работу архитектора, ну и другого проектировщика. Наталья, сейчас на слайде пока твое представление. Если ты будешь уже демонстрировать экран, то возьми управление, пожалуйста. Да, надо было. Ты поделилась, и потом, видимо, кто-то перехватил управление. Поделись, пожалуйста, еще раз. Ага. Так, видно, да? Вы видите проект. Здесь браузер проекта. Как видите, в данном файле есть три альбома. Это два альбома с архитектурой. Мы его разделили на производственную часть и на АБК. И альбом расчета KEO с инсоляцией. После того, как мы выполнили какие-то работы, мы синхронизируемся. Но чтобы это отобразилось в BIM 360, необходима публикация. Для этого мы переходим в совместную работу и настраиваем параметры публикации. Если с прошлой работой у вас не добавилось никаких листов или видов, которые необходимы, чтобы отображались в BIM 360, то эту операцию можно пропустить. Но если у вас что-то добавляется, то здесь необходимо, чтобы в этом списке вкладка содержалась. Дальше пишем сохранить и закрыть. И переходим к синхронизации. Синхронизировать можно двумя способами. Это управление облачными моделями. Но если у вас более одного проекта, иногда менеджер облачных моделей загружается до трех минут. Поэтому в Revit есть более быстрый функционал. Это через это окно. Здесь мы видим, что одна модель у нас уже опубликована. Вторая, с которой мы работали, требуется к публикации. Мы ее выделяем галочкой и пишем опубликовать. Модель публикуется. Также стоит не забывать, что после того, как мы настроили все виды, необходимо синхронизироваться. Если мы вначале синхронизируемся, а потом настроим виды, то на публикацию уйдет предыдущий вид. Модель продолжает обрабатываться. И мы видим, что в браузере BIM 360 уже начался процесс обновления данной модели. И вот чуть-чуть попозже, когда прогрузка пройдет, здесь появится версия номер 29. Также хочу рассказать, что есть небольшая разница между открытием модели через Revit и через Desktop Connector. Когда мы открываем в браузере Revit, вот здесь отображаются все модели, которые созданы в облаках, которые облачные. А через мой компьютер здесь отображаются все проекты, которые расположены в BIM 360. То есть это не зависит от того, облачные они или хранятся просто как на диске. Ну, собственно, все. Спасибо за внимание. Передаем слово опять Владимиру Данилову, который продолжит по программе. Владимир. Да, переключаюсь на себя. Я бы хотел сейчас рассказать о способах работы в проекте в среде Civil 3D. В частности, способы открытия и сохранения проекта в зависимости от версии. Проект мы начинали данные, про которые сегодня рассказываем, уже достаточно давно и начинали мы его в Civil 3D 2019 версии, на котором я вам сейчас и покажу. Секундочку. Работал в этой программе. Сейчас на экране Civil 3D 2019 версии и у меня открыт сводный план наружных сетей, которые я создаю в среде Civil 3D. И он нами создается через быстрые ссылки. Я о них тоже вкратце упомяну. Для того, чтобы у вас было понимание, как мы работаем вообще в Civil 3D через BIM 360. То есть здесь быстрые ссылки собраны на те модели, которые создают участники проектов Civil 3D. Здесь можно видеть внизу слева ссылка на то, где находятся сами файлы среди BIM 360, из которых создается вот этот сводный план сетей. И, наверное, уже привычное всем окно старта работы в Civil 3D 2019 версии выглядело вот таким образом. Но мы в процессе работы также использовали версию 2020, в которой стартовое окно выглядит уже несколько иначе. Оно, как вот сейчас Наталья показывала на предыдущем слайде, в предыдущем этапе, работало в BIM 360 с помощью Revit. Также и Civil теперь имеет вот такое же стартовое окно, где показывает последние файлы, с которыми мы работали. И вот есть такое теперь упоминание, что этот файл облачный, хранится вот на таком-то пути. И мы можем также через BIM 360 подключиться к проекту и выбрать те файлы, с которыми мы будем работать. Собственно, вот план наружной сетей у меня здесь вот он есть. Это более удобный способ, но он требует лицензий на BIM 360 дизайн. Наверное, про работу с Civil 3D здесь больше отличий особых нет. То есть мы переходим к тому, что работаем с Civil 3D так же, как и с Revit с данной программой. Еще я хотел вам продемонстрировать возможности по работе со сводной моделью проекта. Евгений уже показывал вам возможности по работе со сводной моделью, которая у нас выгружена в BIM 360. Я бы хотел показать вам, каким образом создается такая модель у нас. Мы ее создаем в Navisworks. Но плюсы и минусы как бы и того и другого подхода продемонстрировать вам я бы хотел уже на примере уже программы. У меня здесь должна была открыться сводная модель. Вот она у нас здесь открыта. Мы используем работу в Navisworks для того, чтобы крутить большие модели быстрее, чем это в интерфейсе BIM 360 организовано. Но здесь больше зависит, наверное, от производительности наших компьютеров. И наши компьютеры позволяют это делать удобнее, комфортнее. И плюс мы работаем также очень часто с облаками точек, с результатами сканирования. И пока интерфейс BIM 360 не позволяет нам эти облака точек демонстрировать. Также аэрофотосъемку присоединять и облака точек. То есть все бы хорошо там, но вот мы в Navisworks часто, в том числе сейчас в чате проекта, высказались за то, что невозможно работать с замечаниями. И мы нашли вот такой замечательный плагинчик BIM 360 Issues, который позволяет работать с замечаниями, которые выставляются в интерфейсе браузера внутри интерфейса Navisworks. Ну вот последнее замечание. У нас вот такое есть, да? Как видите, по этому замечанию мы сразу переходим к тому месту, где создано это замечание. Также мы можем создавать новые замечания. В этом интерфейсе, по сути, он очень похож на тот интерфейс, который есть в среде BIM 360. То есть вот мы создаем замечание, указываем точку, где данная проблема существует. Ну и описываем различные параметры этого замечания, чтобы его создать. Я сейчас не буду создавать новые замечания, но вот принцип вам, думаю, понятен. Нас до некоторого времени сдерживало в переходе на 2021 версию Navisworks то, что этот плагин был только для 19-20 версии. Но я вот рад вам всем сообщить, что буквально 3 дня назад этот плагин вышел для 2021 версии Navisworks. Поэтому теперь его можно применять во всех версиях, которые мы применяем в своих проектах. Таким образом, вот это недостаток, скажем, доступной версии Navisworks у нас устранен. И что мы еще очень ждем, это когда данный плагин появится в среде Revit, о чем был тоже анонс. От разработчиков мы этого тоже ждем для того, чтобы наши исполнители могли работать с замечаниями не только в Navisworks, но и непосредственно в той программе, в которой они сейчас моделируют. Ну, и закончить еще я бы хотел парой инструментов, которые мы хотели в данном проекте протестировать и изучить их возможности. Это модуль Design Collaboration и Model Coordination. Первый модуль предназначен для того, чтобы можно было автоматизировать процессы совместной работы. И из недостатков, наверное, то, что мы пока, может быть, не разобрались полностью с этими модулями, как с ними работать, не нашли их удобными для себя, в том, что для того, чтобы работала вот эта автоматическая публикация моделей, их нужно располагать в определенной иерархии папок, не глубже второго уровня, располагая модели. Плюс на исполнителя ложится дополнительная такая работа, ответственность, не ответственность, наверное, больше, а дисциплина по работе с моделями, потому что необходимо, чтобы они не только публиковали свои модели, но и принимали их в работу, согласовывали изменения и делали это с регулярной периодичностью какой-то, да. То есть мы как минимум раз в неделю обновляем сводную модель и того же ждем от исполнителя, чтобы они регулярно это делали. Пока это достаточно сложно сделать для принятой нами работы с исполнителями. Модуль Model Coordination призван автоматизировать процесс создания сводной модели, процессов координации. Мы нашли его интересным для того, чтобы автоматически создавать сводную модель. И если в начале проекта, вот данного проекта, данный модуль требовал для того, чтобы создавалась такая сводная модель, вручную копировать файлы в структуру Plans, то летом или весной этого года произошло обновление данного модуля, и теперь можно практически любую папку в зоне Project Files назначить как папку, из которой формируется сводная модель. Мы этим начали пользоваться, но при этом тоже обнаружили ряд недостатков. Больше, наверное, не буду говорить о небольших недостатках, больше, наверное, то, что отсутствует контроль допуска коллизий, которым мы очень часто пользуемся в Navisworks, а здесь нет возможности это настроить. Ну и плюс нас не устроило очень долгое открытие моделей. Мы работаем с большими моделями, и в BIM 360 они открываются дольше, чем мы привыкли это делать в Navisworks. Но мы не оставляем надежды на то, что эти модули будут усовершенствованы, и мы с удовольствием будем их применять в наших проектах. Ну и подытожить наш вебинар. Мне бы хотелось публикации таких вот ссылок на полезные ресурсы по тематике BIM 360. Первая ссылка, вы можете ее скопировать либо через QR-код себе, либо в чате проекта. Сейчас коллеги мне помогут продублировать эти ссылки. Телеграм-группа поддержки пользователей, от пользователя к пользователю, да, по BIM 360. Есть форум сообщества Autodesk по BIM 360, тоже активно развиваемый Autodesk ресурс и полезный. И весьма полезный сайт компании CSD, где транслируются новости по тематике BIM 360, различные обновления, которые появляются от разработчиков. Новости по этим обновлениям там публикуются. И достаточно подробные инструкции, буклеты по каждому из модулей, который входит в состав BIM 360 сервиса. Наша компания не первый раз уже выступает по теме BIM 360. Здесь можно увидеть несколько наших докладов, выложенных на YouTube, о современных технологиях удаленной работы, принятой в нашей компании, сравнении этих принципов работы и как мы это используем. И следующий доклад о применяемых нам их технологиях в CIVIL 3D, RECAP для работы со сканированными данными, облаками точек и инфраструктурными проектами в среде BIM 360. Ну и возвращаясь к первоначальному слайду, данные мероприятия проводили для вас следующие участники, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Наверное, я еще дополню Владимира и его заключительное слово, дополню своим. Очень много вопросов было в чате. Сначала думали устроить сессию вопросов и ответов в конце, но, честно говоря, не знаю, вот те 40 вопросов, которые там есть, стоит ли их сейчас все озвучивать и на все из них отвечать. Мы постарались ответить на них непосредственно там, в сервисе вопросов и ответов. Я бы отметил, наверное, из самых интересных. Вот спрашивали, а можно ли работать в BIM-модели со школами и детскими садиками. Ну, мы работали в BIM-модели со школами совершенно нормально. И не скажу, что это самые сложные объекты. Мы работали и с медициной, и с промышленными зданиями, что, на мой взгляд, сложнее. Более того, совсем недавно, буквально две недели назад, одна из компаний BIM-лидеров, эталон проект, получила первое в России положительное заключение государственной экспертизы на проект, выполненный в BIM-модели, по которому BIM-модель была выполнена в соответствии с требованиями государственной экспертизы. Это была первая версия требований ГАУЦ-ГЭС Санкт-Петербурга. И в заключении, соответственно, отражено, что BIM-модель данного проекта соответствует этим требованиям. Здесь я хочу поздравить коллег с этим большим успехом. И вот если вам интересна эта тема, то Татьяна Ерофеева скинула сейчас в общий чат ссылку на этот проект. Почитайте новости. Еще из интересных вопросов. Коллеги просили отметить, какие минусы, недостатки мы для себя видим в BIM-360. Мне, конечно, не хотелось бы создавать такого маркетингового впечатления, что мы тут продаем идеальный продукт. Тем более мы его совсем даже не продаем, а мы в нем просто работаем. И я тут отмечу, что, конечно, есть те вещи, которые мы ждем, что будут еще доработаны. Например, BIM-360 пока что никак не взаимодействует с облаками точек. И нам, как компания, которая с облаками точек работает активно, хотелось бы, чтобы в BIM-360 облака точек можно было их хранить и визуализировать, какой-то вьюер сделать. Но понятно, что это все не так просто. И здесь есть определенные технические сложности, поэтому даже те же облака точек мы выкладываем, например, на отдельные файлообменники, потому что там с ними удобнее обращаться и их оттуда скачивать. Еще, наверное, сложность та, которую упоминают все, кто так или иначе работает с государственными компаниями, тем более с военной тайной, либо с коммерческой тайной, и с крупными промышленными компаниями, которые требуют тоже соблюдения определенных политик конфиденциальности. Не все такие компании готовы, в принципе, работать с облачными сервисами, неважно, будь то BIM-360, облако Mail.ru, Яндекс, Google или что-либо другое. Либо есть те, кто требует, чтобы облачные данные, по крайней мере, находились на серверах внутри Российской Федерации. Ну, здесь я что могу сказать? Просто не все проекты могут быть выполнены в этой среде, но вот из наших проектов мы 100% располагаем на облаке BIM-360, и мы работаем с такими заказчиками, у которых это вопросов не вызывает. С точки зрения безопасности можно настроить даже двухфакторную аутентификацию с SMS-ками на телефон. Поэтому, тем более у Autodesk есть все мыслимые и немыслимые сертификаты IT-безопасности на данные облака. Поэтому здесь мы считаем, что нас все устраивает, короче говоря. Еще один момент, который я, честно говоря, не уверен, что Владимир его упоминал или не упоминал, по поводу бэкапа данных. Владимир, было у тебя выступление? В данном выступлении этого не было. Да, мы используем резервное копирование данных из BIM-360, потому что нам важно, чтобы это хранилось не только на американских серверах, но и у нас. Но у нас настроено на автоматическое резервное копирование раз в неделю, измененные данные, и полная копия создаются раз в месяц. Настроено с помощью отдельного плагина, который не входит в комплект поставки, но вот наш партнер, компания PSS, они его разработали и предоставляют его своим клиентам, коим мы являемся, например. С нашей помощью тоже его протестировали, и мы совместными усилиями добились, что он работает, и мы таким образом спокойно за свои данные они копируются на резервный локальный сервер, и в случае каких-то проблем с интернетом, либо еще чего-то подобного, все проектные данные у нас сохранены локально, и мы сможем перестроить свою работу на локальную работу. Из вопросов, наверное, это все, что я бы хотел отметить. Тут я сейчас еще попрошу коллег ответить, возможно, на те вопросы, которые остались неотвеченными по поводу координат в Revit и Civil 3D, про ссылку на требования экспертизы по приемке BIM-моделей, вот уже скинули, да. Безопасно хранение информации по проекту. Я, опять же, только что на этот вопрос ответил. Мы считаем, что оно полностью безопасно, и нас устраивают те гарантии безопасности, которые предоставляют разработчики сервиса. И хочу обратиться тоже ко всем тем, кто готов с нами работать, как проектировщики. Мы всегда готовы в нашу команду добавить новых участников. Пишите у нас на сайте, сайт Русека тоже сейчас попрошу скинуть. В чате у нас на сайте есть специальная форма для проектировщиков, которую можно заполнить, и мы будем рады работать с вами совместно. Ну и также мы всегда рады заказчикам, которые готовы воспользоваться нашими услугами. Ну вот, вы, наверное, увидели, какого рода проекты мы выполняем. И тоже, пожалуйста, приходите, обращайтесь, контактная информация есть на слайде. Будем готовы поработать с вами вместе. Если кто-то из моих коллег хочет что-то добавить, либо из организаторов, то, пожалуйста, я на этом, наверное, выступление завершаю. И большое спасибо всем участникам, кто сегодня с нами был. Александр, позвольте, я тоже добавлю к вопросам и ответам то, что были. Мы старались на них отвечать в процессе мероприятия, надеялись на то, что у нас останется время ответить более подробно. И я заметил, что один из вопросов касается той части, которую я тоже показывал. Я сейчас переключу на своем экране браузер, где продемонстрирую ответ на вопрос касательно структуры папок и распределения прав доступа к этим папкам. Мой экранчик видно, да, по-моему. Мы в рамках работы над несколькими нашими проектами, у нас уже порядка двух десятков выполненных проектов BIM 360, решили подытожить некоторую такую нашу работу с этой средой и автоматизировать процесс назначения прав. Это, возможно, стало с помощью ролей, которые присутствуют как инструмент BIM 360. и попробую сейчас покрупнее это показать. Мы договорились в рамках наших проектов конкретные роли указывать в данных проектах. То есть первоначально мы указывали какие-то там должности, но потом подняли, что лучше указывать роли. Это первое. Во-вторых, у меня как у администратора аккаунта есть возможность эти роли забить для действия во всех проектах, поэтому все начинаемые новые проекты, они сразу эти роли имеют у себя. И плюс мы назначаем, бывает некоторым исполнителям, вторую роль в проекте. Эта роль нужна для того, чтобы исполнитель мог выполнять дополнительную функцию, например, проверку чертежей. У нас выполняют главспецы. Для этого им необходимы дополнительные права, такие как приемка работ, работа с замечаниями. Поэтому права к папкам они получают по двум ролям. То есть именно роль определяет права к папкам. Мы описали доступ к папкам через вот такие... таким образом, да, что есть права на чтение, на запись, на скачивание, и к разным папкам в зависимости от ролей эти права таким образом предоставляются. То есть у нас есть шаблон проекта, который при старте сразу автоматически формирует структуру папок, но в дальнейшем нужно права назначать в соответствии с тем проектом, который у вас выполняется, в соответствии с этой принятой нами распределением ролей. Мы планируем привести в некий общий вид те инструкции, регламенты, которые вам демонстрировали, которые у нас есть по проектам, для того, чтобы в дальнейшем это опубликовать в Вики в виде некоего BIM-стандарта по работе в BIM-360, который мы готовим к выпуску в ближайшее время, о чем дополнительно вам сообщим. Да, я вот тоже хотел сказать, что как сегодня мы делимся своими знаниями по использованию BIM-360, точно так же задавали этот вопрос по проектному менеджменту и насколько мы используем определенные практики из того же PMBOK в своей деятельности. У нас разработано определенное количество чек-листов и прочих алгоритмов действий при начале проектирования, завершении проектирования. И Владимир их сегодня немного показывал, да, и мы бы хотели этими знаниями тоже поделиться, потому что мы не считаем, что это какое-то наше ноу-хау, было бы хорошо для рынка, если бы все имели под рукой такие материалы и им следовали. И поэтому вот тот небольшой анонс, который был заявлен, это анонс того, что мы планируем в ближайшее время, наверное, в течение этого года, до конца года, выпустить, опубликовать у себя на сайте такой сборник полезных документов, чек-листов, алгоритмов, в общем, такую вот систему управления проектами, Росэко, что ли, наверное, так можно назвать, открытый доступ для того, чтобы те, кто хочет посмотреть, как работают другие компании, мог это сделать, вот на примере наших документов, и, возможно, если что-то покажется полезным, то использовать это в своей работе. Я знаю, что аналогичные действия делают, например, тот же Сергей Веселов с компанией Development Systems. Autodesk публикует у себя на сайте BIM-стандарты, ну, это такие, можно сказать, образцы BEP или стандартов организации по BIM-у для площадных объектов, для инфраструктурных. Ну, и вот здесь мы тоже хотим присоединиться к тем, кто делится своими знаниями с рынком. Так что ждите новостей в наших соцсетях, в Телеграм-каналах, и где еще вы черпаете новости по BIM-у, обязательно будет информация о том, что мы опубликовали эти документы. Спасибо большое, Александр, Наталья, Евгений, Анна, Владимир. Надеюсь, нашим участникам данное мероприятие, данный BIM-интерактив был полезен. И если вам понравился такой формат, который предложен, прошу по итогам завершения мероприятия, будет вам предложена форма, отметить галочками приемлемые варианты для дальнейших планирований мероприятий. Если вы хотите, чтобы кто-то продолжил с вами общение по BIM-360, то эксперты по внедрениям, наши реселлеры Afterdesk провели демонстрацию, тоже поставьте соответствующую галочку, и начнем коммуникации. Спасибо, уважаемые коллеги, за участие, за то, что высадили, выслушали, и задавали актуальные и замечательные вопросы. Еще раз хочу поблагодарить команду Росэка, второй проект, нашего BIM-лидера в области информационного моделирования.